Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. От выборов до выборов. В Волгограде Единая Россия объявила о поиске талантов в новый созыв городской думы. Бездомные животные вышли в тираж. К решению социальной проблемы в областном центре подошли оригинальным способом. С днем рождения Росгвардии самые брутальные силовики отмечают профессиональный праздник. Трагедия в Кемерово. В Волгограде, как и по всей стране, приспустят государственные флаги. Сегодня указом президента России 28 марта объявлен национальный траур в связи с трагедией в Кемерово. По последним данным в списке погибших 64 человека. Десятки находятся в больницах, есть пропавшие без вести. Крупнейший пожар в торговом центре зимняя вишня случился 25 марта. В Волгоградской области, как и во всей стране, будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. В областном центре намечено проведение памятных акций. Волгоградцы, как и миллионы россиян, глубоко переживают случившееся и теперь опасаются за свою безопасность в местных торговых комплексах. Страшно. Боимся то, что нет безопасности в общественных местах. Жутковато, конечно, но от этого никак не уйти. Если это произойдет, то это произойдет. У меня сейчас внучка растет. Только за руку. Больше никаких детских комнат, и чтобы одна она осталась. Мы и так не оставляли никогда. На данный момент страшно. Едва оправившись от выборов президента России, Волгоградские единороссы с головой погружаются в новую избирательную кампанию. Сегодня региональный полицовет партии объявил о запуске процедуры предварительного голосования по отбору кандидатов депутата городской думы. Через так называемый праймерис обязаны пройти все желающие получить мандат от партии власти. Заявки на участие в нем будут приниматься уже с начала будущей недели. Провести единый день голосования 3 июня 2018 года с 8 до 20 часов. Этот единый день голосования будет касаться всей страны, где будут проходить выборы. Ну, я имею в виду предварительное голосование. Сами выборы депутатов Волгоградской гордумы пройдут в сентябре текущего года. Главная интрига в серьезном урезании количества вакантных должностей. В прошлом году решением депутатов численный состав представительного органа, начиная со следующего созыва, сократили с 48 до 36 депутатов. Главная причина – оптимизация расходов бюджета города. Сегодня, 27 марта, отмечается День войск Национальной гвардии России. Само силовое ведомство было создано два года назад. В Росгвардию вошли спецподразделения ОМОН, СОБР, Вектор, вне ведомственная охрана, Центра лицензионно-разрешительной работы. Всего более 2,5 тысяч человек. По итогам 2017 года Управление Росгвардии по Волгоградской области стало одним из лучших подразделений Южного округа. Бойцы СОБРа и ОМОНа провели в минувшем году порядка двух тысяч спецопераций, оказав силовую поддержку полицейским. В 2018 год для Волгоградских Росгвардейцев особенно насыщен на масштабные мероприятия. Поставлена задача – это гарантированное выполнение охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов президента Российской Федерации, с чем мы все исправились. Теперь основная задача у нас – обеспечить общественный порядок и общественную безопасность при проведении чемпионата мира по футболу. Все сотрудники и военнослужащихся Росгвардии ориентированы и работают для того, чтобы жителям города Волгограда, гостям города Волгограда комфортно пребывалось и комфортно смотрелись и болелись за любимые команды, которые у нас будут проходить на территории города Волгограда. Социальной рекламой решили ударить Волгограде по проблеме бездомных животных. Трогательные снимки собак и кошек с бездомными грустными глазами появились на городских билбордах. С призывом не плодить армию безнадзорных живых существ гражданам выступили фонд президентских грантов, мэрия Волгограда и собачий питомник Дина. В последнее время власти города и региона с особой осторожностью относятся к теме регулирования численности бездомных собак. Так, недавно облдума исключила из регионального закона об отлове бродячих животных фразу об их уничтожении. По уверениям чиновников, специализированные службы и ранее не убивали уличных собак, а закон поправили, чтобы не будоражить общественность. По официальным данным, в регионе насчитывается свыше 30 тысяч бездомных животных, устройством которых в новые семьи на голову энтузиазме занимаются волонтеры и немногочисленные питомники. На этом все, до свидания!